Не помщи, сяжли мне Господь снов. Конкурс исполнителей жестовой песни собрал порядка 20 участников из Карачао-Черкесии и Ставропольского края. Все выступления проходили в невероятно теплой, почти домашней обстановке. А все потому, что этих незнакомых людей объединяет одно – уверенность в том, что для искусства нет границ, а значит на сцене их возможности безграничны. Состав участников достаточно большой. Это 8 деток, которые представляют и коррекционную нашу школу первого вида, и 8 взрослых. Будут представлять разные песни разного жанра. Признаться, если это не увидеть, не услышать, рассказать невозможно. Это очень эмоционально, это очень показательно и очень интересно. Такие конкурсы имеют большое значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них они могут соревноваться на равных условиях, дают стимул общаться друг с другом, не замыкаться в себе. Для Медины Байрамуковой участие в таком конкурсе не впервой. В городе Азове она завоевала призовое место с песней «Твори добро на всей земле». Музыка для Медины – самый близкий друг. Песня, ей нравится петь о добре, о дружбе, и она в дальнейшем тоже хочет участвовать и принимать участие в других конкурсах. Таких примеров силы духа и любви к жизни, которые порой требуют преодоления невероятных трудностей, в республике немало. И для этих людей главное не мировое признание, а просто возможность творить наравне с другими. Татьяна Сорокина, она тотально слепая девушка, в прошлом году в конкурсе «Крымская осень» завоевала гран-при. В этом году наша юная звездочка Алина Акбаева, слабослышащая девочка, завоевала гран-при в городе Азов на народном конкурсе «Утренняя звезда». Вот такие примеры, они очень показательны и очень стимулируют тех, кто, возможно, немножко замкнут в себе, немножко не уверен в себе. Выступления всех участников были настолько яркими и эмоциональными, что члены жюри приняли решение, что конкурс должен перейти в статус фестиваля, и здесь не может быть проигравших. Ведь положительные эмоции и впечатления выигрывает каждый. Победители ожидают, безусловно, дипломы, победители ожидают денежные призы. Мы сегодня договорились все-таки не делить на победителей, потому что считаем, что каждый из тех, кто сегодня выступает, победитель. Конкурс проходит в рамках программы «Доступная среда». Благодаря ее реализации в республике организована диспетчерская служба для слабослышащих. И уже второй год проводятся курсы жестового языка для специалистов органов муниципального и государственного управления. Ростовый.